Задача 9.8. Геометрия. Итак, давайте нарисуем рисунок от руки. У нас есть треугольник ABC. Проведена высота BH. А еще есть вписанная окружность, которая, извините за неровную окружность, но вот тут яснее будут видны точки, которые касаются стороны AC в точке K, ну а также отмечены точки M и N середины двух сторон. Дальше проведена следующая конструкция. Отрезок MN пересекается вот с чем. Мы параллельно MH проводим прямую через K, вот пересекаем в точке P. И нужно доказать, что четырехугольник AMPK описанный. Так, ну давайте я расскажу наброски, ну точнее, наверное, даже полностью два возможных решения этой задачи. Так, первым делом, давайте я на всякий случай отмечу центр вписанной окружности. Вот она, точка I. И, может быть, даже точку P чуть в другом месте напишем. Вот так вот. Итак, давайте посмотрим на наш чертеж. Мы знаем, что KP параллельно MH, то есть вот односторонние углы при этих параллельных прямых равны. Угол PKA равен углу MHA, я их отметил. С другой стороны, треугольник АБH прямоугольный. В нем медиана MH, в таком случае, как известно, равна половине гипотенузы АВ. То есть вот такие три отрезка равны. Ну и, в частности, треугольник MAH получается равноведренным. И, значит, углы при его основании равны. И мы получаем, что угол MAH равен углу MHA. В итоге мы получаем, что угол PKA равен углу MAK. Такое вот равенство углов мы с вами получили. Так, ну а теперь нам нужно доказать, что все четыре стороны АМПК касаются одной и той же окружности. И давайте вместо того, чтобы доказывать это, мы докажем это про вдвое больший четырехугольник. Совершим гомотетию с центром А и коэффициентом 2. И докажем, что четырехугольник, в который наш переходит при этой гомотетии, тоже будет описанным. Из этого, естественно, будет следовать то, что нам нужно. Итак, какие точки куда переходят? Точка А остается на месте, потому что это центр гомотетии. Точка M, как середина стороны, переходит в точку B. Давайте сразу скажу, куда переходит точка K. Точка K переходит в некоторую точку K' вдвое дальше от A на прямой AC. То есть вот здесь вот у нас отрезки AK и KK' будут равны. Ну, наконец, точка P перейдет в какую-то точку P'. Так вот, давайте я чуть покрасивее нарисую. Вот у нас будет точка K'. И вот у нас будет точка P' где-то здесь. Что мы знаем про эти точки? Мы знаем, что K'P' параллельно K'P. И значит, тут угол P'K'A также будет равен тому углу, который у нас обозначен одной дужкой, углу K'AM. Ну, а теперь глядите, какая ситуация. У нас точки A и K', как мы уже сказали, равноудалены от K. А и K' симметричны относительно K. Но это не то, что мне хотелось бы. А я могу еще сказать, что A и K' симметричны относительно прямой ИК, которые перпендикулярны нашему отрезку AC. Они лежат на перпендикуляре AC к прямой ИК и на одинаковом расстоянии. Значит, A и K' симметричны относительно ИК. Ну, а поскольку еще и углы равны, которые отмечены одной дужкой, угол, еще раз давайте уж я теперь напишу, B, A, C равен углу P'K'A, поскольку и эти углы тоже равны, то отсюда мы получаем, что прямые AB и K'P' они проходят через симметричные точки A и K' и пересекают AC под равными углами. Поэтому они тоже симметричны относительно ИК. Ну и теперь, раз AB касалась вписанной окружности. При симметрии эта вписанная окружность переходит в себя, поэтому P'K' тоже. На самом деле здесь есть точка касания. На рисунке у нас она не получилась, но она на самом деле есть. Итак, мы получили, что все стороны четырехугольника AB, P'K' касаются вписанной окружности треугольника ABC. AB, BP' и AK' просто лежат на сторонах этого треугольника. Отличие для отрезка P'K' мы это только что доказали. Значит, этот четырехугольник описанный, ну а значит и AMPK тоже, как гомототично ему. Это рассуждение можно доказать, это рассуждение можно даже не доказать, наверное, а повторить многими разными способами, придумать много рассуждений, похожих на него. Например, можно показать, что бисектрисы в нашем четырехугольнике АМ, ПК углов А, М и К проходят через середину отрезка АИ. Бисектриса А просто совпадает с АИ, поэтому она проходит. А бисектрисы углов М и К, хотя бы соображениями, связанными с той же гомотетией, ну или аналогичными, можно показать, что тоже проходит через эту середину. Такая вариация тоже существует. Ну и давайте я еще приведу несколько другое рассуждение, которое тоже может встретиться. Снова надо нарисовать рисунок А, Б, С, основание высоты H, серединка M, вписанная окружность, которая касается стороны в точке К. И мы проводим отрезки МН. И сейчас через К проведем другим цветом прямую параллельную МН. Итак, мы уже знаем, как и в предыдущем решении, что уголки при основании треугольника АМН равны. Мы проводим через К прямую параллельную МН, поэтому она образует тот же угол с прямой АС. Вот я его отметил. У нас здесь отмечена точка П. Давайте мы еще введем точку Л. Пересечение прямой КП с АБ. Они, естественно, пересекаются, потому что угол А острый. Эта точка Л может лежать на отрезке АБ, может лежать на продолжении, но наше решение не будет от этого зависеть. Итак, нам нужно доказать, что четырехугольник АМПК описанный. Для этого, на самом деле, давайте мы посмотрим, кем должна быть его вписанная окружность. Его вписанная окружность должна быть вписанной окружностью для треугольников АМН, потому что три стороны АМН касаются ее, и АКЛ. И, соответственно, если мы докажем, что вписанные окружности вот этих вот треугольников АМН, давайте я их выделю, значит, АМН я выделю синим цветом, а АКЛ я полностью выделю красным цветом, вот так. если мы докажем, что вписанные окружности этих двух треугольников совпадают, то мы получим как раз вот окружность, которая касается всех четырех наших, всех четырех сторон нашего четырехугольника. Поэтому нам достаточно доказать действительно, что вписанные окружности этих треугольников совпадают. А теперь глядите, обе этих вписанных окружности вписаны в угол ВАЦ, то есть вот, давайте я отдельно нарисую, вот у нас есть угол ВАЦ, есть две окружности, вписанные в него. Чтобы доказать, что они совпадают, нам достаточно доказать, например, что они касаются АЦ в одной и той же точке, потому что у нас есть только одна окружность, вписанная в данный угол и касающаяся его стороны в данной точке. То есть вот мы хотим доказать, что вот эти вот точки, которые я пометил знаком вопроса, они совпадают. Ну, а это уже можно сделать счетом отрезков, потому что известно, ну, давайте, например, в треугольнике PQR, если мы рисуем вписанную окружность, и вот точка касания Х, то известно, что QX это сумма QR плюс QP минус PR пополам, то есть сумма двух сторон, на которых лежат вот такие вот два равных отрезка касательные, минус длина третьей стороны. Эту формулу, естественно, можно применять без доказательства, она достаточно известна. Ну и вот давайте мы посчитаем эти отрезки для наших двух треугольников AMN и AKL. Я сейчас это сделаю немножко по-другому, чем это написано в книжечке, но потом я сделаю какие-то пояснения. Значит, в треугольнике... Давайте мы сразу обозначим стороны нашего треугольника исходного AB через 2C, AC через 2B, BC через 2A. Это не те обозначения, которые в книжке. Тогда в треугольнике AMN стороны равны половинам сторон исходного треугольника, потому что этот треугольник образован двумя сторонами и средней линией. Поэтому расстояние до точки касания оно будет равно AM плюс AN минус MN пополам. То есть оно будет равно... AM это половина стороны АВ, то есть равна С. AM это половина стороны АС, то есть равна B. MN равна половине стороны ВС, как средняя линия, правильно? Поэтому она равна А. Значит, этот треугольник равен B плюс С минус А пополам. Осталось понять, что происходит в треугольнике AKL. А в этом треугольнике мы знаем, что углы при основании AK равны... Вот они у нас уже на рисунке отмечены. Поэтому он равнобедренный. И значит, вписанная его окружность касается AK в середине стороны AK. Поэтому этот отрезок до точки касания на самом деле равен AK пополам. Ну, а отрезок AK вычисляется по той же самой формуле. То есть это 1 вторая от 2B плюс 2С минус 2А пополам. И опять же таки получается B плюс С минус А пополам. Эти отрезки равны, значит, четырехугольник получился описанным. Здесь существуют различные вариации этих рассуждений. То есть, например, можно попытаться применить признаки описанности четырехугольника. Стандартный признак говорит о том, что AK плюс MP равен AM плюс KP. Я говорю о признаках описанности. И этот признак применять неудобно. Но существует другой признак, который в данной ситуации применять удобнее. Вот если у вас есть четырехугольник AMPK, как на нашем рисунке, то он оказывается описанным тогда и только тогда, когда выполняются вот какие равенства. ML минус KL равно KN минус MN. Такой признак тоже и есть. Или по-другому его записать. ML плюс MN равно KL плюс KN. Где, обратите внимание, N и L это точки пересечения продолжений сторон нашего четырехугольника. Так, давайте здесь поотчетливую точку M напишу. Все эти признаки, если участник их использует, можно применять без доказательства, они достаточно известны. Второй, который мы написали ниже, второй и третий, они чуть менее известны, но, тем не менее, без доказательства их можно применять, если участник этого хочет. Вот. Так. Еще небольшое замечание по поводу этой задачи. Здесь в условии введены некоторые ограничения. Треугольник ABC остроугольный, AB меньше, чем BC, для того, чтобы картинка выглядела именно так, как на нашем рисунке. Точка L может попасть как на AB, так и на продолжение, а в остальном именно отрезки KL и MN в нашем случае будут пересекаться. Но мы считаем, что участник не обязательно должен обосновывать расположение всех этих точек на картинке, если никаких особо новых точек, расположение которых не очевидно, но используется, если никаких таких точек не появляются, то мы предлагаем баллы за необоснование картинки не снижать. Например, если участник не обосновывает, что точка P расположена так, как на этой картинке, то мы предлагаем баллов не снижать. В клинических случаях, если участник ввел какие-то новые точки, существенно использует их расположение, а не очевидно, что они расположены так, или они могут быть расположены по-другому, то, естественно, за это уже можно снять, например, один, или в исключительных случаях два балла, как обычно в геометрических задачах. Ну вот на этом с восьмой задачей все. Продолжение следует...